всегда так странно начинать эфир как будто никогда не снимала здрасте здрасте привет антон привет алексей здрасте 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 это пока эфир не начался хотелось бы сказать что алексей на вас очень многие жалуются житель нью-йорка почему так вот алексей вы с модерацией как-то я понимаю что вы модерируете то что мне скорее всего не понравится но именно если все-таки комментарии адекватные то не блочите пожалуйста людей иначе они начинают писать в инстаграме за что меня заблокировали убери свою модерацию ну вот да короче надоели люди поэтому говорю шел там какой день самоизоляции да да по кайфу у меня чай ставает извините попью при вас чай попозорюсь странный факт мама говорит что я громко глотаю воду когда пью ну типа чай соответственно мой инстаграм можно если хотите модерировать мой инстаграм пожалуйста мне не жалко там столько всякой хуйни мне присылают что я не против моем эта кружка придумана для левши хотя вряд ли типа картинка должна быть к себе да начали для правши ладно хотелось доебаться доебаться не вышло что вам рассказать я даже не знаю что рассказать я тут держу кружку не могу попить потому что мне стыдно попить проблематика современности привет католик привет спрашивается нахуя я красил губы для себя ну блин нет это не это не значит нужно убирать совсем модерацию это я говорю о том что все таки относитесь к этому как-то то что блять короче не площадь всех подряд вот и все это простая просьба понятно там что те которые пишут такую хуйню про там жопу покажи тех нужно площадь понятно да я не спорю книги сбоку вот они я на них смотрю могу даже вам показать вот они с ними все в порядке за книги да сама заблочу короче если будет сильно надоедать ура да да странно если бы я их все выкинула неправильно это было бы кощунство с моей стороны что рассказать скажите мне что вам рассказать я начала смотреть новый сериал большая маленькая ложь называется и мне он не понравился я его не досмотрела понятное дело еще говорить рано о чем-либо но какой-то он интересный кто-нибудь смотрел может там конечно в конце прям огонь начнется но пока что-то как-то не огонь не знаю не люблю вот эти вот затянутые сюжеты на 40 серий там блять по 40 минут я тоже говорила что я не смотрю сериалы и вот и вот где я снимаю эфир о сериалах вот да что рассказать не знаю что рассказать так типа сериала не для того есть чтобы можно было налить воды нет это это не так работает да на twitch то блять конечно это то на что стоит тратить свое время определенно самая интересная платформа на свете а что вы смотрите на твиче летсплеи мне просто вот интересно типа я хочу оценить насколько вы продуктивно тратите свою жизнь на что вы ее тратите так я проверила сообщение просто нет ну я не говорю что прям кишит интересностью но по моему как бы сравнение сериалами twitch сериалы я бы выбрала сериалы хотя вот тем более когда человек смотрит там все подряд без избирательности не знаю для меня это странно вообще не люблю сериалы потому что у меня к ним такое отношение странное мне такое чувство при просмотре сериала что я трачу свою жизнь слишком долгие что ли многие сериалы хотя сейчас делают короткий сериал большая часть но вот именно раньше было такое ощущение что прям моя жизнь уходит пустую там всякие сплетница на 40 сезонов отчаянные домохозяйки зачарованные вот это вот это очень длинно было сверхъестественная в ту же степь зачем смотреть игру в которую ты играешь зачем не понимаю в клуб в клуб романтики я надеюсь twitch лучше чем перископ помойка но вы все еще здесь никто не говорит что перископ лучше чем twitch как бы хуже и чё все блядь все равно веселят ну бомжи хуй да мы не донатим мы смотрим бесплатно и что что вы нам сделаете блядь я в другом городе ну для кого-то нет ладно алексей и как становитесь ли вы лучше мы общаемся да вот согласно согласно но не везде здесь так в плане не все сидят и общаются даже в перископе многие какой-то хуйню занимаются не думаю что кто-то будет этим заниматься да 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 мы конечно же не понимаем о чем-то кто здесь вообще зарабатывает я вот здесь не зарабатываю а на твиче возможно бы зарабатывала господи да бессмысленно сравнивать эти площадки вообще как-то глупо реально не знаю как вам мне как-то не очень видела я эти за и все равно полуголые стримы от кого вы обманываете боже меня не наебать мальчики а по поводу того что я могла бы много зарабатывать на твиче да ладно вам купите мне технику я выйду вам на твич изи как нехуй делать просто был бы комп была бы камера а я блять сижу с телефоном все что я могу себе позволить ну не скажи для разных целей я уверена что и на твиче есть люди которые просто сидят и ничего не делают идите нахуй со своим детальте вот что я вам скажу это мой максимум можно но хочу по качеству я видела людей которые стримят на твич я видел их оборудование и блять это просто целые студии это целый иконок для создания контента не знаю при такой конкуренции о чем речь речь идет от вич нет я такой хуйней заниматься не буду комментариями видосиков на ю тубе делать нечего я ю туб лет не смотрю настолько сильно чтобы его еще и комментировать я там ну может за тремя блогерами слежу от силы мне вот так контента но и новости я там всякие смотрю техномера и все максимально интересный контент правда не нравятся мои губы бесит меня о как сразу минус губы пивка до заебись и я допью чай и не продолжу на шляги но я смотрю это факт образование шесть классов конечно не терять я уже вытерла похуй стримерша карина это та женщина от которой исходит неистовый вопли во время ее видосов или эфиров я не знаю что с ним нужно твич снимал на 1 стример да но она была по моему основоположника они одним из многих популярных женщин на твиче насколько знаю и она приобрела конечно дурную славу но все-таки славу и и вот этот вот клип да на сад вать мурмур мурмур она же поет да так столько мата о господи да точно если я много матирусь и знаю что у меня 6 классов образования это просто гениально спасибо вам господи на все еще стримить на твиче серьезно я знаю что господи слива обосраться ничего нового так вот про карину я последний раз чего не слышала это то что я там бросил ее папик который ее содержал и она там ушла в депрессию все ну да и вообще я слышал что есть люди которые поклоняются стримерша карине как иконе считает ее там идеалом женщины что он блять просто зачем почему так много вопросов так мало ответов а да ну она снимала видосы я помню на эту тему молодец она реально молодец ты горю дурная слава но слова есть это как бузова каждый крутится как может конечно фраза другая но суть в пони на идеале ли я что в каком месте вы же видите мое лицо да кстати тоже не узнала благодаря тому клипу он был очень популярным все время особенно для школьников вот как раз я вот обычно в школе ой да ладно клевое лицо ага конечно до десятку ставлю своему лицу десятку это мой папа позвал мою маму они так всегда общаются на повышенных тонах это нормальная тема просто смиритесь нет кстати про это дыренка мы ничего не говорили вроде не помню если честно не хочу даже про нее говорить вы его того что на дебилка такое сказать в эфире да у меня есть мой андрей к этому отец спасибо что поинтересовались моего отца зовут андрей найс тадаренко это ведущая орла и решки блогер мама жена влада топалова а мы ее обсуждали да мы ее обсуждали в прошлом эфире чуть-чуть совсем я не хочу о ней говорить вообще каждый для себя делать выводы сам да да и никого еще жизни наверно так вот они не осуждали в пределах рэв как тадаренко может она и к лучшему будет хорошим уроком для всех остальных марин да спасибо меня зовут маша всем привет да привет я узнала что она жената половой из новостей каких-то про них там снимали про памперсы они там рекламу куда делаем что такое а если найти в топ видео висит сейчас лишь ее фильм про насилие я даже не смотрела и даже не хочу инста у меня в профиле правильно сказала что все-таки придется поговорить да об этом хорошо нет на втором курсе вас никто никуда не отправит вот старшие курсы до отправляют это обсуждалось в прошлом эфире можете зайти посмотреть не хочу повторяться на тему славы она сказала про то что жертвы насилия сами виноваты в том что они подвергаются насилию если быть кратким вечер в хату и вам того же но ничем ты не загладит господи все же прекрасно понимают что она не маленькая девочка и что ее мнение формировалось очень много лет она его поменяла прилюдно переобулась так сказать только потому что ее засрали массово засрали ну ладно ни в одном случае жертва не может быть виновата в том что она сделала ни в одном боже это же просто очевидно да у меня вечер 8 часов вечера почти без 8 8 извините по моему вы не на тот эфир зашли алоха алоха да вам вы точно хотите об этом со мной поговорить уверенно да да добрый день всем здрасте здравствуйте здравствуйте дела нормально да да такое тоже может быть мужской шмот это обычная рубашка блять что с вами не так типа я конечно понимаю что россия очень отсталая но не настолько же фу отвратительно да она уже недавно был залит фильмы я конечно не знаю там в каком вы мире живете вы наверное все благородные принцы и никогда в жизни женщин это не ударите правда но есть люди которые действительно бьют свои девушек просто так если вы не знали просто потому что хотят показать силу хотят не знаю доказать кому-то что-то наверное себе или женщине что она слабее что ее можно унизить что идея нельзя особо то возникать вот да и ведет что подписался спасибо очень приятно я считаю как бы вам нужно выйти с этого эфира вот реально зачем бить бабу лучше с ней расстаться если там что-то провоцирует серьезно что за бред вас никто не заставляет никого бить если вас провоцирует вы берете и просто уходите зачем доводить все до такой точки невозврата я не понимаю я должна быть согласна с додоренко серьезно да ни за что в жизни я насилие ненавижу я против него целиком и полностью никогда не буду поддерживать тех людей которые говорят что жертву сами виноваты никогда просто уходить невозможно серьезно серьезно окей ладно всем привет привет не понимаю что обсуждаем обсуждаем тодоренко и ее слова по поводу домашнего насилия не смотрите и фильм да там был вопрос варя читайте комментарии да я успеваю просто я не на все отвечаю ну и ебало у меня о да я из города красноярска нафиг это обсуждать потому что решили это обсудить я как бы хотела этого не делать ну и решили это обсудить по гугле по гугле кто сказал что вы можете говорить по-русски окей а бабы любят спиздануть не подумав так что почему не так наехали ну потому что ты публичная личность и нужно фильтровать все что ты говоришь люди которые посмотрели ее эфир люди которые возможно насилию подвергались они во первых и так боятся говорить а после того как тодоренко сказала ну знаете вы же сами виноваты так они тем более никогда не пойдут и не скажу что их пиздят ну в шоке но отпишитесь насрать как бы я не собираюсь угождать чьему-то мнению по поводу типа что у вас там обо мне сложилось меня не волнует просто и для меня странно что люди все-таки насилие вот так вот рассматривают ну вы сравнили как бы мне 19 лет это написано у меня в профиле буквально это искусственно созданная тема ну чё предложили о том и разговариваем не вижу проблемы я знаю что рекламодатели разорвали контракты и и решили титула женщина года по версии журнала гламур за что гламур тоже засали я не понимаю за что как бы его засали они все правильно сделали тодоренко потерял очень много хороших контрактов за счет своего охуительного мнения доброе утро ну я не скажу что тодоренко похайпилась это блять такой себе хайп когда тебя лишают очень многих твоих денег не знаю но из-за ее слов и с ней реально очень много кто отказался сотрудничать пепси и там ее памперсы которые она рекламировала еще какую-то херненая еду рекламировал по моему какую-то не знаю короче это вряд ли можно назвать хайпом на самом деле шоу маска нет не смотрела по поводу джигана кстати сказать нечего я за этой историей совершенно не следила хотя я подписана на жену джигану оксану но я так и не поняла что произошло что ты сделал то чтобы тебя не били ну да нет не пойму что она была права и как бы я серьезно говорю просто выйти с этого эфира чтобы со мной не спорить я знаю что такое домашнее насилие я знаю что всегда можно просто от конфликта уйти и не следи когда блять не нужно прибегать к насилию ни за что на свете это просто вы не имеете права это делать по отношению к любому живому существу не только к человеку к любому живому существу более серьезные проблемы например то есть домашнее насилие это не серьезная проблема в стране где оно легализовано серьезно по моему очень даже актуалочка да да ну так это таренко это в принципе и делает поддерживает домашнее насилие актуалочка да да высечете прям шарить эмоции рашка тупо рф вот такое мы с вами стране живем а вы удивляетесь чему-то да вот мой эфир прямое доказательство любой оси социальной проблемы вот сбрасывает напряжение насилием правда работает здравствуйте класс коронавирус что вы решили обсудить по поводу короны сколько людей умерло так интересно что вы хотите ничего не знаете никто не ничего не знает люди заболевают и заболевают умирают и умирают некоторые даже вылечиваются между прочим не не сказала бы что мало кто вылечивается нормальное количество людей выздоравливает о чем здесь говорить я не вижу в этом смысла мы просто все переболеем или сдохнем метиска нет не метиска я не собираюсь вам позволять меня переупреждать как бы о да алексей спасибо от души не волнуйтесь это на один эфир если вас лишили возможности комментировать следующем эфире вам словом можно будет заделать баба изначально вам равна забавный факт во первых остановимся на этом да но я читаю комментарии вот ну знаешь когда баба выступает спор она перестает быть бабы она становится равной тебе вопрос не в том женщина на или нет как бы вопрос в том что вы вообще не имеете права кого-либо бить не женщин не мужчин не детей не кошек не собак вы думаете что люди это ваша собственность или что что женщина ваша собственность конечно государство выгодно мы можем можем платить штрафы если бьем женщин но даже если это мужик 50 лет то какая разница если хоть чье нибудь мнение изменится после этого эфира так это уже победа и мужчины подвергаются насилию забавный факт женщины тоже кого-то бьют женщины не идеальные равенство это миф не думаю равенство начинается с нас самих а вот это хейт ощутила всеми фибрами свои мертвые души хейт я привыкла столько лет снимать эфира и бесит мои волосы блять расчесаться что здрасте здрасте мы тут про домашнее насилие говорим и по женское с мужским равенство и ладно не выживем да не выживем чего вам вам нечего терять как делишки отлично до равенство это не в серьезном хорошо удачи вам удачи радикальный где-то сейчас плачет одна радикальная феминистка какие вы смешные конечно равенство это не вы знаете что когда вы пишете мне такие вещи вы как бы косвенно намекать и на то что я ниже вас ну если вы конечно мужчина вау спасибо за супер сердечко ну нет я не согласна что тот сильнее тот и прав понятия не имею я сижу дома как там в красноярске я понятия не имею почекайте новости но мне кажется всегда будут люди которые его не соблюдают карантин поэтому как в любом городе так и в красноярске а если человек под названием лысая гнида напишет на стиле хорошо как говорят верующие бог спасет от коронавируса и от домашнего насилия ну конечно бог нам всем поможет очиститься асимметрия сейчас бы сравнивать людей с асимметрией серьезно нет вы типа вы прям без шуток такое можете говорить я извиняюсь как бы но мнение у вас конечно пиздатая да безусловно надеюсь вы не обладатель пизды иначе вам было бы очень обидно как мне в шоке 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 да думайте а если нет есть не доминирует согласно я тоже в этот шкаф залезла я залезу после эфира и не выйду больше никогда потому что то что мы сейчас обсуждаем это пиздец просто да россия за что ты такая прогрессивная полегче а потом все думают почему же молодежь хочет съебать этой страны ну да почему же спасибо алексей от души да окей да да я патриот да мой любимый праздник это день победы я патриот да нет день россии какого там 12 июня день россии мне кажется я даже не знаю какого какого дня какой день он да science да я идеалистка и я за свои идеалы буду бороться 4 июля ну это я тоже знаю спасибо за америка я знаю да я накрасила специально губы весь мой макияж это губы вот и все это было не так уж сложно взял карандаш для губ накрасил контур пошел снимать я не знаю как продолжать сегодня эфир потому что я в шоке я реально очень удивлена тому что люди так живут и нормально так жить когда ты думаешь что пиздит свою жену это ок равенство не существует да с таким населением у этой страны будущего точно нет и это очень грустно потому что я всегда надеется на лучшее да и говорить я патриот нырять в фонтаны на день ВДВ и не надо видеть контур губ я его растушевала спасибо за дед за победу да можем повторить раз на раз это очень грустно это очень грустно о да и какие же у вас достоинства вы что блять боги какие у вас достоинства чем вы лучше чем мы расскажите мне да ну хорошо а причем здесь женоподобных существ я вот спросила вас если вы говорите что мы ну равенство не существует да чем вы лучше чем мы чем вот конкретно вы лучше чем я права у нас одинаковые кстати если вы не в курсе в общем то работать мы можем на одинаковых условиях практически кстати вообще то нет в россии то нет забываю отлично что помню что розовая постель она почти в каждом прямом эфире мне хуя то остряк почти получилось почти что новое ну боремся с дискриминацией вот что новое да если бы я подкачалась то почему нет а я не повзрослела еще мне почти двадцать вау это мило я оценю я просто хотела бы чтобы вы раз навсегда всосали что если вы как бы здесь то мнение вот по типу гомофобии сексизма расизма это все не для этих эфиров так что вам лучше выйти сейчас чем обосраться потом мой шкаф с книгами сбоку я на него смотрю вот так гипнотизирую ух тяжело говорить потому что я общаюсь с очень толерантными людьми обычно в смысле в жизни и для меня правда уже стало дикостью что кто-то считает что равенство недостижимо я не нервная просто это смешно мы живем в прогрессивном сука мире двадцать первый век я выхожу из чата я ебал в рот киска у тебя дома а мне как бы не нужно указывать материться мне или нет а жарко стало настолько я охуела ну в общем то охуенный вышел эфир я лишний раз разочаровалась в стране фух ну и в общем то и в этом эфире тоже понятно да согласна тяжело блять жить согласна ой тяжело как мило со мной во всем согласна это вы конечно подсосали мне да приятно нет я санитар сука звучит очень смешно что я санитар типа ты как блять смирительную рубашку снял вот точно ты как блять смирительную рубашку то сняли уважаемые мои сексисты сука как тяжело то жить то я я енот в этом перископе я енот в этом перископе ладно спасибо это очень приятно а вы неприятны кстати вот за красавицу неприятны вы я я выделываюсь пойду поплачу за ваше сратое мнение по поводу свалки кстати те кто переживали к нам приехала твк сегодня вроде как утром должно было приезжать я не ходила но мне говорили что она приезжала ну не знаю будет что будет хм да новость это уже прошли кстати тоже не смотрела но потом в интернете поищу интересно что там наговорили ладно пойду я всем большое спасибо за эфир было с кем-то очень приятно поболтать я тоже люблю женщин все в порядке цветы нашей жизни да тёлки вот девки тупые как я вас всех обожаю да можете подписаться можете не подписаться у меня есть профиль инстаграм и карта если захотите кинуть мне чеканную монету да я тупая а вы самые умные так что чао я помню не знаю не знаю не знаю Продолжение следует...